итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим мы будем продолжать смотреть разные гербы сегодня ну на очереди у нас идет герб россии дальше будет герб руанды что в принципе похожие страны ну в общем то вот такой вот герб рф и кстати я не знаю это большой маленький плевать на самом-то деле ну в принципе вот такое что я могу сказать ну на самом-то деле в текущей ситуации именно государственный гербов больше двухглавых таких нету но есть короче короче были и в древности сейчас до сих пор есть у каких-то территорий у каких-то владений гербы с вот этим вот двухглавым дерьмом на самом-то деле это от византийской империи пошел и даже раньше то есть это давно почему-то эту двухглавую птицу использовали ну не эту конкретно на самом-то деле даже по сравнению с российской имперским гербом он выглядит по-другому кроме того я не помню был ли в российской имперском гербе там посередине но я знаю что тут всякие владения обозначались а посередине короче не помню что было был ли этот чувак на коне или же был кто-то другой короче непонятная какая-то шляпа и давайте же посмотрим где находится рашка вот она короче вот ну я думаю вы знаете скорее всего вы там и обитаете если смотрите это потому что у меня подписчики оттуда ну чё могу сказать принципе вот и все что я могу сказать насчет информативности и так далее ну вы же понимаете орлы не информативные принципе насчет оригинальности ну ай орлы как и все почему три короны то есть три короны это чё символизирует вообще то есть как бы понимаете если говорить что типа три каких-то города или еще чего-то то как бы в россии только два города москва и питер третий по идее должен быть киев то есть вот наверное поэтому россия и нападать на украину потому что без киева у нее не может быть три короны он так скажем славянские или какие-то хотя они могут белорусскую там какую столицу то есть если беларусь захватят могут сказать что минск до что минск это третья корона и так далее но вот реально таких вот трех больших городов которые реально вот чтобы были развитые там нет что еще может быть символом трех корону насчет двух голов типа что на запад и на восток смотрит на восток некуда смотреть опять же то есть это ну я не знаю то есть не знаю почему здесь две головы на самом-то деле вот у византии было две головы у ее герба потому что собственно на запад и на восток смотрела запад это было собственно западная римская империя и то есть это как бы ну а не дружили можно сказать то есть они не ссорились потому что это собственно их разделили как-то там императоры эти римские так далее ну а в общем то на восток то есть на востоке там и индия и арабы и кого там только не было в общем такие вот дела были но там было реально то есть повод делать именно другого орла а здесь не знаю насчет типа скипетра и державы это вообще бред то есть нафига еще это чё знаете что я вот в своей книге сделал расу птиц двухголовых и у них вот подобный герб будет но это реальные птицы живые двухголовые то есть такая такое впечатление что царь это и есть птица двухголовая или что-то вроде того короче ну в этом плане конечно тупость скипетры всякие вставлять там и державы но но так это большой или маленький герб российской федерации так 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 не написано не написано не написано ну да ладно интересоваться я не буду в общем что я хочу сказать средний средний в принципе поношенный я не знаю как насчет других гербов я могу сказать что есть гораздо более оригинальные гербы кроме того вот это вот фигня это похоже типа на герб какого-то владения отдельного то есть как бы что нету какого-то что ли масштабности в нем как будто бы вот герб москвы какой-то а остальное остальное непонятно куда делась не символизирует совершенно не символизирует в той же беларуси например есть отпечаток какого-то там совковости у украинского герба есть опять же отпечаток менталитета украинского в российском жену слабо значит герб руанды ну замечательно руанда замечательным нью керб блин я такой бы тоже нарисовал все же я вынужден признать что он хуже российского к сожалению вынужден но но не поспоришь все таки будут вонять если я скажу что да это тамтикиноцид по моему был ну не удивительно они даже герб не могут нарисовать зато друг друга убивать тысячами сотнями тысяч они умеют и кстати как вы видите в отличие от того же бурунди вот смотрите в бурунди как много дорог и инфраструктуры насколько больше чем в руанде спасибо за то здесь мы устраиваем геноциды точно так же вот как в россии то есть устроили кучу геноцидов и теперь она отстает от стран ну с такой территории извините меня другие страны как ни крутих хоть она изображается россия больше чем она есть на самом деле но она все таки по площади если мерять то она самая большая страна пусть даже не нам не настолько больше насколько это видно на карте чем другие страны но это вот можно было на самом то деле и гораздо больше из нее выжать из этой территории чем из нее выжимают сейчас благодаря неэффективному управлению значит смотрим что насчет румынии вот у молдовы вот похожий герб реально похоже герб и вот я жаловался что крест вот реально какого фига румыния самая христианская страна что у нее короче на кербе крест изображен это если честно ну пускай в принципе у них там типа я так понял своя церковь то есть она не не относится к московскому какому-то патриархату кстати молдавская я не помню то есть как там с этими церквями сейчас как раз вроде бы порошенко решил типа отсоединить украинскую церковь от российской давно в принципе пора было это сделать еще до порошенко и так далее вот насчет молдовы то же самое молдова отсоединиться по идее должна и там грузия по моему тоже христианская насчет армении не знаю ну а насчет казахстана я вообще не знаю у них там христианство есть или нет так ну вот румыния ну в общем вы видите сходство румынии и молдовы то есть по сути одна фигня и в принципе они даже собирались объединиться но как бы если эти две страны объединятся то как бы молдавская элита она сразу же идет в жопу потому что типа у них меньше населения меньше благосостояния их влияние будет растоптано если у них конечно что-то удастся выхватить там во власти то это будет конечно чудо ну то есть могут быть проблемы это знаете как при объединении германии на самом-то деле ой это не то это потом мы будем смотреть но в общем то прикол в том что возможно им стоит как-то сближаться на самом-то деле молдове и румынии но сближаться не быстро то есть как-то постепенно становиться там какую-то унию создавать а потом уже объединяться собственно полностью когда элиты смогут договориться по нормальному сальвадор я вот не могу приблизить ну в общем то вот герб сальвадора опять же почему то тут пирамидка с глазом прослеживается чтобы вы не говорили вот видите вот такие вот замечательные страны управляются иллюминатами иллюминаты замечательные они вот видите они правят не какими-то сша они правят сальвадором который рядом с гондурасом вообще вот здесь вот центральной америки самые экзотичные кирпы я не знаю как так получилось но самый прикольный я считаю о блин самоа смотрите крест на кирпе блин я ошибся не только у румынии есть крест на кирпе у самоа тоже есть самоа тоже созвездие это вот как на кирпе бразилии в принципе ну и такой вот он интересный он схематичный очень герб самоа смотрим вот оно самоа кстати смотрите какая интересная фотка как пример поставлено то есть здесь какой-то а то или что это так восточные американские самоа стоп они американские государства в полинезии окаймленными рифами так нифига она не американская так самоа хотя тут на самом то деле восточные американские самоа ну в принципе не знаю вот это ж гавайи да это гавайи ну а здесь самоа ну в принципе в интересной жопе мира конечно они находятся в интересной жопе мира удивительно удивительно что они дофига христианские значит герб сан марина либер либерт вот понимаете вообще говорить о свободе на гербе на самом писать слово свобода это довольно лицемерно это реально очень обманчиво потому что само понятие государства означает ограничение свободы в этом плане я согласен с либертарианцами то есть писать что вот свобода там справедливость там максимум что можно написать закон и порядок вот это действительно или там труд и рабство можно написать на своем гербе но само государство то есть вот не было государства было сто процентов свободнее то что было не так безопасно это уже другое дело то что там какие-то другие вещи там медицина было плохое образование не было до того как государство появилось это тоже действительно правда это плохо собственно почему государство и создали отчасти и еще чтобы защищаться естественно других чуваков которые будут пытаться у тебя тебя там поработить и так далее но говорить о том что вот девиз государства свобода это полный бред опять же корона почему-то с крестом и какие-то маслинки здесь изображены а вот дуб а это я так понял какая-то то ли оливки то ли маслина а это дуб ну давайте посмотрим где находится сан-марина так значит сан-марина сан-марина это Италия вот вы знали например что в Италии есть вот такое вот маленькое государство причем всеми признанное это вообще удивительно то есть получается идет какая-то раздробленность но это в составе Евросоюза я так понял это сан-марина оно тоже в составе Евросоюза и как бы всем пофигу потому что ну есть это государство или нет этого государства все равно люди могут спокойно путешествовать а по сути там какой-то местный чиновник получает себе барыши с этого с пошлин с таможенных и собственно и этот регион тоже получает больше каких-то дотаций ну то есть получает больше прибыли он видимо не дотационные а как раз наоборот жертвующий в казну был и хотя хз вот когда оно было основано три башни там чего-то маленькое государство в горной местности которое со всех сторон окружено Италией на его территории сохранилось множество памятников древней архитектуры одноименная столица государства которое славится своей средневековой частью короче титана что-то там ну вот такая вот фигня на самом-то деле если какие-то чуваки захотят его захватить то естественно они его быстренько захватят без это потому что это типа государство вот без нации без чего-то подобного это просто государство потому что можно вот вы подумайте если вот из рашки там какая-то чечня захотела выйти взяли все стерли короче под корень а здесь захотели выйти вот взяли вышли спокойно себе живут отдельное государство Сан-Марина так смотрим здесь Санта-Мэ и Принципи Демократика де Саутом Република Принципе Уни Даде Дисциплина Трабалихо ну здесь хотя бы свобода не написано ну прикольно попугай и какая-то другая птица вот мне нравится что и другая птица то есть не два попугая как у одной из других стран также какая-то странная хрень со звездой и пальма какая-то ну интересно интересно давайте посмотрим что это за где оно находится ну как я и ожидал хотя нет Африка ну ну ладно пусть будет типа вообще острова любят быть независимыми потому что фиг ты потом их отвоюешь острова легко оборонять герб Саудовской Аравии серьезно? то есть вот такое вот богатое большое государство имеет вот такой вот герб вы серьезно два две сабли ну сабли пусть что-то говорят и пальмы с одной стороны конечно информативно но с другой стороны я бы ожидал вот у объединенных арабских эмиратов гораздо лучший герб и у катара тоже стоп Саудовская Аравия да да вот она то есть и Мекка и Медина у них во власти и все дела вот эти вот исламские святыни бахрейн там еще или Эр-Яд почему-то столица а почему не Мекка вы же там все исламисты почему у вас столица не Мекка ну так или иначе вот как вы видите Саудовская Аравия санктуари что я могу сказать в принципе не то чтобы самый худший герб но видно что сделано ээээ на отъебись скажем так а вот это оригинальный керб вы посмотрите с вазилэнд с вазилэнд мне почему-то созвучно с вазелином с вазелином с вазилэнд вот он где находится ну мбабаны йоханнесбург аааа ясно то есть южная Африка ну вот опять же вот это тот зоузский щит также слон и лев иси инкаба вот это тот зоузский щит интересно то есть что здесь есть какая-то трава непонятно растет на кирпе это вообще жесть ну а насчет львов и слонов это прикольно в принципе информативно сразу понятно что где-то в Африке да и по названию страны понятно оно звучит по-африкански герб сейшельских островов ну здесь понятно что типа есть что это острова они называются острова и вы посмотрите две рыбы вы понимаете две рыбы поставить вместо львов или там птицы или еще кого-то это конечно а вот кстати птица чайка чайка и две рыбы меча или что это такое да рыба меч финис коронат опус и черепаха на острове ну прикольно прикольно очень оригинально хотя нет по сравнению с другими островами конечно не очень оригинально но по сравнению с другими странами все же о посмотрите какие тут блин хотелось бы туда поехать кстати смотрите действительно дороги хорошие вот специально по над по над берегом чтобы к пляжам доступ был хороший также я не сомневаюсь вот аэропорт есть реально вот на островах строишь аэропорт и получаешь короче кучу бабосов какие-то вот достопримечательности и так далее вот посмотрите какие офигенные 115 островов жесть просто хотел бы я там жить я вообще хотел бы на острове жить но так чтобы было неподалеку больница и чтобы интернет был все то есть ну в больнице потому что вдруг какая-то хрень меня укусит и у меня там пенис отвалится ну то есть до того как отвалится нужно обязательно попасть в больницу ну или по крайней мере ну все-таки лучше иметь больницу поверьте на острова где-то в тропиках всегда лучше иметь больницу вдруг что там крокодил укусил или еще там рыба какая-то опасная вы же знаете там один помните охотник за крокодилами забыл как его звали ну короче скат его ужалил и все и сдох короче из-за того что не было рядом противоядия охотился он на крокодилов а не на скатом так что такие вот дела на островах опасно ну и интернет интернет придется дорогой брать спутниковый и так далее но если ты какой-то богатый чувак то это круто кроме того опять же с интернета можно зарабатывать в общем это просто сказка те же самые там Павел Дуров он тоже в какую-то вот такую вот страну поехал островную и там себе живет спокойно или Эдвард Сноутен взял себе бабосы который выручил за на продажу своей страны Рашкинским там и китайским всяким спецурбам и поехал себе а в США его даже готовы амнистировать и так далее хотя скорее всего конечно же врут ибо предатели должны как минимум боятся что их арестуют так звезда тут с орденом Сенегал какой-то гигантский дуб или это какое-то дерево непонятное ну и интересный герб конечно хотя недоработанный как по мне смотрим где тут Сенегал тоже Африка ну такой довольно большой по сравнению с той же Гамби так ну смотрим дальше Сент Винсент и Кренатин Пакстед Джустития что-то про справедливость Justice это или законность или справедливость ну это вот очень интересная какая-то гравюра здесь изображена и опять же вот это вот ленточка на многих гербах она есть но непонятно вот эти вот гербы они как будто бы непонятно каким хреном их создавали а это острова вот странно острова возле Южной Америки а у них такой вот герб тут какой-то хлопок или что это изображено ну и типа что-то кто-то кому-то дает и похоже обе женщины короче какой-то лесбийский герб Sand Kids и Невис тут два пеликана какой-то факел это с олимпийских игр наверное интересно наверное в этой стране проходили олимпийские игры когда-то также что-то на крепость похоже то есть возможно там какая-то крепость была также какой-то цветок башка женщины корабль лилия countries self above все время путаю хочется опять включить вам полюбоваться украинским гербом но к сожалению он еще не скоро у нас будет доступен так ну это это вот такой вот тоже гладлупа кстати прикольно ну в общем-то как вы видите тут много этих государств странных и при этом их гербы довольно таки отличаются и они интересные а вот два попугая очередные и опять факел и опять лилии какие-то причем вот это вот цветки какие-то это именно лилии королевские европейские непонятно откуда эти цветки взялись их что японцы оккупировали я знаю цветки это япония и китай там сент-люсия ну естественно очередной островом тоже с красивыми пляжами естественно ну люблю я острова вот реально люблю острова герб сербии ну а во во короче двуглавая хрень очередная а я то думаю где она еще я ее видел ну на самом-то деле не только здесь не только у сербии да и по сути то сербия она вроде бы частью западной римской империи была или все-таки восточной не знаю с какого хрена у них это двуговое вообще вот вы видите вот это вот хрень имперская вот это имперский герб то есть там по крайней мере как субъекта империи какой-то ну хотя государство довольно старое поэтому неудивительно вот типа сербия вот здесь находится что-то тут типа вот это косово кокосово там мусульмане я так понял живут поэтому она отделилась короче куча тут всякого дерьма сингапур сингапур опять же ислам и 5 звезд блин звезда из звезд это просто интересно и тигр со львом короче у сингапура прикольный герб хотя нарисован дерьмо на самом-то деле вы посмотрите маркером каким-то рисовали блин я это лучше нарисую эх но сама концепция очень прикольно единственное что конечно же ислам естественно ислам как же без ислама возле какой-то малайзии и так далее ну кстати очень очень такое место интересное то есть он очень богатый я думаю этот сингапур потому что тут на перепутье морских путей и то есть вообще если ты на таком вот знаете там тайвань сингапур у такие вот страны они самые богатые потому что у них есть доступ собственно как к морской торговле при этом у них маленькая территория мало людей и то есть получается что там одни богатые люди выходят собственно торговцы эти и опять же легче найти работу то есть можно легко уплыть на корабле если тебе не нравится в этой стране так как зачастую там легко это сделать из-за того что собственно торговая страна и легко зарабатывать и ты знаешь собственно где тебе надо зарабатывать то есть нетрудно найти собственно какую профессию тебе найти так далее то есть в этих странах именно если ты родился то у них я думаю легче жить чем других странах возьмем ту же южную корею хотя в южной корее еще не так легко потому что собственно там больше промышленности много чего короче там сирия да кстати на что там не напоминает по моему вот это вот кувейт напоминает ну короче вот такая вот диктаторская сирия не знаю мы знаем где находится сирия но насчет герба довольно оригинален по крайней мере по сравнению с египтом и ираком вот тут какая-то хрень происходит всякая всякая военная хрень происходит словакия опять же патриарший крест очень не любят его пихать на свои гербы добанные христиане точнее даже странные христиане вот зря зря я не люблю эти кресты вы уже как эти как мусульмане задолбали ну вот с украины кстати граничит и кстати это герб типа какого-то владения средневекового словения то же самое средневековое какое-то владение феодальная и герб у него соответствующий но с другой стороны зато исторически верно вот она так ну еще меньше чем словакия по размерам и горы ну там типа возле швейцарии а вот короче большая печать соединенных штатов америки то есть у соединенных штатов америки у них есть печать они герб то есть вот такие вот дела вместо герба нее используют в принципе прикольно да особенно вот это вот шестиконечная звезда собрана из пятиконечных звезд и вообще то есть вы поизучайте чего тут да как то есть довольно интересная как история образования хотя вот эти вот орлы долбаные они задолбали то есть это не оригинально орла себе засовывать и вот этот щиток в принципе интересный это я не понимаю что маслины или чего это за растение такое ну и по-моему 13 стрел здесь у него и плюре бусу дум что-то там забыл как это переводится опять же на латыни ну короче религиозные такие все христиане они ну мы знаем где находится сша и вот как вы видите тут даже штаты помечены хотя здесь тоже эти видите штаты помечены просто мы на это не обращали внимание ну на самом-то деле вот для больших стран на штаты делить это эффективно а вот у украины есть области то есть когда там в российской империи украина была то были типа штатов то есть были более крупные образования а когда украина собственно сама стала то здесь области появились потому что собственно вокруг каких-то районных центров все стало строиться и в принципе я бы сказал что у нас демократия как раз таки сейчас так дальше соломоновые острова ну здесь понятно что за острова солнце какого-то фига ну в таком виде на короне солнце держать это конечно интересно какая-то акула и крокодил это как-то агрессивно еще и оружие на гербе и еще черепашки тулит из тусеров непонятно что-то править значит соужить или там правлю чтоб служить интересно соломоновые острова кстати не такие уж и маленькие хоняра да вот вы посмотрите довольно крутые много островов и довольно крупных так что учитывая какой у них наркоманский герб у них еще и не так не такое маленькое государство так somali ну somali это замечательно два ягуара звезда копья ну копья как бы это знак знак свыше что надо воевать поэтому там пирата много которые воюют значит и вот это вот хрень гребень какой-то непонятный крепень смотрим somali да вот она тут тоже возможно какие-то эти шеи ты короче песятся ну чтобы типа перекрыть этот залив то есть емен и somali здесь постоянно терроризм всякий происходит могатишо ну в принципе да чуваки ловят рыбу наверняка и естественно пиратствуют а вот в джибуте в каком-то вот смотрите как как богато живут потому что страна маленькая порт есть у них в довольно хорошем месте и получается что люди гораздо лучше живут чем большой стране но тоже имеющий тот же доступ к морю судан очень интересно все очень интересно исламская но без полмесяца поощряю до респект вам что у вас нет полмесяца хотя не знаю может и не исламская из и вообще интересная птичка опять же почему у всех птицы на кирпах как это тупо вот учитесь у какого-нибудь бутана или у казахстана или украины у той же самой вот учитесь у украины хотя этот трезубец он тоже можно его трактовать как птицу но только падающую вниз типа но я не люблю особо так делать значит вот сюда как вы видите довольно крупный и герб черно-белый оригинально ну точнее красно-черно-белый и зеленая черно-красно-белый не знаю насколько это адекватно суринам а это жесть желтый корабль в синем море замечательно что вы курили украинский подсолнечник курили чтобы у вас желто-синий корабль появился значит зеленое деревце ну традиционно ливан вспоминаем значит и 2 индейца с луками каких-то хотя довольно они белые лучше бы женщин индейцев нам показано и это у нас южная америка суринам ну прикольно в принципе оригинально сьерра леона три факела две пальмы unity freedom особенно вот freedom вот на гербе государства freedom писать это зашквар justice уже ладно unity уже ладно объединение до государства объединяет закон или там типа справедливость ладно уже можно приписать хотя не в каждом государстве это есть но свобода не вранье так лев здесь почему-то лев ходит на четырех лапах а здесь они стоят на двух лапах ну прикольно несомненно нужно быть сверхразумом чтобы такое изобразить на своем гербе и это у нас африка ну прикольно гвинея так окружает наше сьерра-леоне кокосы апельсиновый рай о таджикистан но это вообще великолепно хочу им сказать тут тут это тоже чехлопок чешу это такое это так понял флаг этого таджикистана также типа книга горы ясно мы знаем что скоро есть таджикистане и совковость конечно же и корона какая-то непонятно и значки рыбак знаете фирма рыбак вот эти вот значки похожи на значки этой фирмы таджики постоянно носят джинсы всякие гопники таджик таджики они короче носят джинсы фирмы рыбак и поэтому на короне рыбак изображен то есть это значит что самый главный таджик то есть чем больше у тебя вещей фирмы рыбак тем значит ты более скажем так высок в иерархии таджиков ван они пизапит пизапит особенно если вы знаете вы таджики знаете типа русский язык но если честно насколько я знаю что там полная жесть творится там то есть тираж к туда вмешивалась и там свой диктатор есть и так далее вот таджикистан я не знаю насчет киргизии и причем вот тут какая-то хрень то есть такая граница странная то есть тут и узбекистан и таджикистан и киргизия они как-то тут сплетены на самом-то деле здесь при желании можно столько это столько во воин всяких замутить но как это неудивительно пока что не замутили ну и хорошо в принципе таиланд да таиланд в принципе там я знаю есть мальчики которые любят когда их пялят в попу и одеваются девочками но это то что известно но на самом-то деле там по разным причинам это происходит в принципе есть и по естественным причинам и по искусственным но если честно у них просто религия такая то есть это вот в христианстве тут всякое подобное не приветствуется или там в исламе в каких-то там буддизме и там индуизме в других религиях вот видите вот это вот буддистская вся тема и плечу это это же надо было такое придумать вроде бы птица и вроде бы какой-то буддийский бог или чё это такое очень интересный при этом еще в юбке и он короче мужик то есть ну с таким гербом твоего государства ты если будешь какой каким-то азиатам снежной кожей которого и так всякие дяди скрытые гомосексуалисты хотели ебать то ты возможно и станешь собственно этой телочкой ради денег так что вот он таиланд банкок кстати это переводится если на английский перевести то есть траха членом или как-то так столица называется трахой член ну ладно извините если кого-то обидел ну в общем то я бы туда наверное не поехал все таки я леди боев люблю но меньше чем девушек и не считаю что нету такой девушки которая бы типа было лучше леди боя то есть наоборот есть такие девушки которые то есть не такие скажем так которые могут быть нормальными значит ну вот такая страна интересная несомненно давайте еще раз посмотрим то есть на самом-то деле вот странно вот эта дорожка вот если война начнется вдруг здесь удивительно что кстати войны не начинаются никак нигде потому что запросто же можно перекрыть все нафиг и так далее хотя у них кстати у Таиланда есть вооруженные силы а вот и лаос тот самый ну герб офигенный вообще один из самых оригинальных то есть опять же выдуманная какая-то шляпа и при этом стилизованная сразу понятно что страна крайне аутентично танзания это что-то африканское видите тут за узкий щит такой ну импровизированный также тут орала всякие ну и естественно черные люди причем блондины то есть это арийка арийка и обычный германский германский рабочий немецкий ватник так танзания довольно крупная вот эти вот руанда и бурунди такие маленькие но при этом у них больше дорог всяких вот странно мо в маленьких странах довольно много дорог обычно чем в больших странах больших странах я не знаю почему меньше дорог ну кроме конечно китай и японии если тут на китай посмотреть это просто жесть то есть реально они уделали по этой всей но учитывая что их миллиард то есть если китайцев действительно миллиарда им эти дороги действительно нужны и то есть реально они очень сильные если честно я вот я же говорил что они против китая единственное что я бы типа хотел чтобы они более либеральными были то есть ну какая разница коммунисты или нет если людям жить хорошо но если они притесняют для этого меньшинства то это плохо и считаю все таки ну или пусть хотя бы откроют границу пусть все китайцы которые не такие бегут короче из китая и будет всем опять же хорошо ну здесь тоже инфраструктура есть опять же в японии вот с китаем сравнимая инфраструктура плюс вы учтите то есть япония бережет природу в отличие от китая то есть а у них там много заповедников и так далее а вот китае все долбанными дорогами замостили и там короче с экологией по большие проблемы разве что у каких-то африканских стран и россии могут быть больше проблемы с экологией так тога это жесть два каких-то вымышленных тигра которые стреляют из лукал и рт раша тудей да офигеть страна раши тудей ну вот она как выглядит там наверное головной офис раши тудей находится а еще какие-то путинские дачи очередные советую навальному поехать туда и проверить я шучу типа значит тонга я вообще украинец просто как бы я у мы украинцы знаем русский язык и трудно избежать всяких там роликов по россиянской политики да и вообще у нас в украине такая интересная политика у нас спокойненько себе сидит порошенко вроде не брыкается особо и если брыкается то он не афиширует об этом то есть не настолько нагло все происходит единственное что иногда как пязнет какой-нибудь депутат регионал который за россиюшку за это или ляшко тот же самый педик тоже как ляпнуть что-нибудь и потом короче у тебя уши вянут там скажет типа как в россии типа что украинцам надо меньше есть или еще чего-нибудь при этом сам веся под 120 кило собственно поэтому я считаю что нам есть куда стремиться и нужно чистить раду от подобных сабжей значит тонга почему-то крест это швейцария что я три мяча мотонга то фифа там гол мира корона какого-то фига с венком лавровым я так понял кстати вот такое чувство что это какой-то рим может это в италии тонга это находится не это какие-то острова долбаны один остров вот такой вот маленький а сколько на гербе пафоса то посмотрите какой пафосный герпу такое маленькое государство ну в принципе почему бы и нет вдруг это тонга станет всемирной империей как россия будет все захватывать там расширяться потом короче сша победит и так далее как венесуэла вы уж понимаете значит тут опять же какой-то розовый флаги тринитада и табага но это явно острова какие-то ну тут даже изображено ну герб прикольный то есть поработали над ним то есть две птицы идентифицирующие опять же пальма штурвал корабля какие-то калибри и испанские собственно корабли у них именно такие вот кресты были на парусах галеоны насколько я знаю они испанские галеоны я так понял именно сюда этот а нет ну испанцы конечно сюда приходили скорее всего но типа вроде бы куда-то на гаити в начале каум приплыл поэтому это все-таки не первый остров куда они все приплыли но прикольно ту вау ракушки огурцы морские какие-то или что это желто-синий опять же вот желто-синий мне нравится во многих таких мирных странах желто-синий цвета потому что они довольно таки красивые хотя мне если честно ну это не самые мои нелюбимые цвета мои самые нелюбимые это пожалуй там какой-то коричневый такие грязные серые и так далее но и самыми любимыми их тоже не назовешь так значит вообще непонятный дом такой дом бы рисовать это жесть конечно я это лучше нарисую почему они короче не наняли меня чтобы сделать им нормальный керп если что если вы короче президенту вау и хотите себе нормальный керп я готов нарисовать из меня конечно рисовавщик говно но я могу работать очень дешево только дайте мне гражданство и короче какой-нибудь домик у себя там с интернетом я буду даже не только рисовать я готов там вам рыбу ловить чего вы захотите то и буду делать естественно за за еду из-за интернет почему бы и нет то есть днем там пять часов поработал приходишь домой там интернетик покупался потом вечером когда солнце заходит и так круглый год я бы так жил наверно прожил бы под 100 лет запросто вот такой вот гигантский а то вау прикольно блин офигенная страна тунис опять же ислам и вот кстати шебека по моему этот корабль называется такой вот интересный значит типа правосудие и какой-то ну конечно прорисовка говно страна насколько знаю большая вообще вот ислам в исламских странах гербы дерьмовые максимум что там красивого зачастую это собственно месяц и звезда потому что скажем так ислам как религия он не способствует ничему хорошему ну и не только в принципе зачастую вообще арабы всякие не способствуют развитию технологическому там или еще какому-то тунис а ну это довольно неплохая кстати страна я не помню это там man samusa был туркмения а вот в туркмении по моему этот диктатор какой-то они в узбекистан или в каком-то таком интересно тоже смотрите эти колоски при этом шестигранная звезда это я не помню то ли какой-то там мерлан отсюда родом там империю какую-то строю влечу кто-то еще и плюс конечно же месяц и пять звезд но в других в другом порядке в общем очередная исламская страна еще и с лошадями и с цветами короче вы поняли интересный оригинальный герб хочу вам сказать не помню вот где тут это или в туркмении или где-то там эти диктаторы хотя думаю там всем везде диктаторы ну вот казахстан я не знаю насколько там дерьмово хорошо жить вроде бы не так уж и дерьмово правда сами у них я знаю плохо поэтому лучше бы они позаботились о своей армии пока не поздно пока рашка на них не напала хотя она и к беларуси присматривается но беларусь у них на крючке поэтому им не обязательно ее захватывать наоборот легче сказать типа что вот это все ваш батька делает всю гадость а вот казахстан как бы более независим ну вот архабад там тут министан такая себе шляпа значит тут это что вообще это эмблема турции неофициально причем а где официально как вообще узнать ну в общем турки кумури эти чего-то там но ответьте исламисты они короче из такие исламисты они не могут себе даже герб нарисовать что уж говорить вот вы посмотрите на уганду вот скажите если даже негры не исламские обычные там какие-то не знаю там вуду они исповедуют и они это у них лучше гербы чем у исламистов топаны и после этого вы будете говорить о том что ваша религия самая круто это зато везде месяцы везде есть месяц и значит for good and country ради бога и моей страны это щит за усов то есть ну вы знаете там не знаю там эта империя шака зулу была когда-то там в каком-то веке с которой британцы даже встречались и поначалу я помню что они терпели поражение от зулу сам и вот здесь в принципе прикольный герб кстати как это ни странно тут смесь вот этой вот за узкой тематике и британской тематике потому что собственно с двух сторон животные и собственно посередине какой-то щит на котором какие-то вещи солнце очередное солнце вода ну логично блин знаете вот как много на скольки гербах если вот это вот вода и все эти очевидные вещи это как-то тупо но мы знаем что у вас есть солнце море и суша и так далее потому что это во всех странах есть вы ж не на другой планете живете вот уганда это родина на кауза компау а кстати ее столица интересно если у кого-то в уганде есть этот интернет они наверное когда на куза начали форсить они наверное офигели что типа стали известными на весь мир вот еще узбекистан кстати или здесь короче этот диктатор короче непонятно где этот диктатор живет они везде живут все они диктаторы короче опять же горы птица какая-то непонятная ислам и шестиконечная звезда я так понял тамерландская какая-то и совковый мотив конечно же прослеживается всего понемногу насчет птицы я не знаю чё она так смотрит интересно было бы узнать вообще но это нужно читать про каждую страну и мне лень узбекистран стран точнее страна в центральной азии которая никогда входила в составы ссср она славится своими мечетями мавзолеями сооружениями возведенными на великом шелковом пути древней торговой дороге между китаем и средиземноморья самарканд вот который являлся важным пунктом на этом пути получил всемирно известный благодаря почве и регистан короче да вот в общем то какая-то тамерландская империя шелковый путь вот это вот вся шляпа которой гордятся в местные страны которую о которой многие даже не слышали а вот кстати и украина дошли мы до украины моей родной замечательной украины но на самом-то деле многие не знают что есть вот украины малый малый герб но он мог быть другим и вообще есть также большой герб вот этот вот но его короче не принимают потому что нафиг он нужен потому что его сложнее было бы рисовать и как бы ну такой герб он понимаете я бы сравнил его с каким-то с еврейским или же с греческим гербом или же с германским гербом то есть вы видели что вот германский например герб это простая довольно таки птица не такая уж и красивая но она как бы в желто-коричневых цветах то есть германских таких традиционных и она также такая вот топорная и при этом довольно таки готичная что как бы германию символизирует как сумеречный немецкий гений и так далее в то же время герб украины символизирует тоже он простой при этом с глубоким смыслом также отражает по стилистике по своей собственно все украинская и так далее то есть видно опять же стиль то есть он больше отображает украину чем например российский герб россию и опять же то есть его можно налепить куда угодно из-за его простоты рисовки мало что можно напутать и так далее цвета приятные то есть желто-синий и как бы вообще на самом-то деле если подумать то он не самый красивый но самый правдивый я бы сказал так герб и не сказал бы что будет понятен кому-то и уникальный естественно то есть ну другого вообще даже похожего герба нету ни у какой другой страны также вот типа принимать пытались типа гербы разные большие но решили не принимать большой герб украинский потому что он нафиг не нужен то есть обычно есть какой-то один кирп раз мы уже в маленькие вот это сделали эту почему бы и нет то есть ну да мы не отображаем казака то есть в принципе на большом кирпе что еще корова на какого-то чьярослава ну какого-то князя короче древнего также вот этот вот лев это символ львова наверное ну или чего-то подобного западно-украинский и вот это вот собственно сечевая сечевые казаки и восточно-украинские казаки в принципе любые стрельцы и собственно серюки и так далее то есть это символ в принципе и многих сечей собственно казацких и так далее принципе вполне себе все символы символизируют украину ну пшеница могли бы еще полцовнув сюда запихнуть и сало в принципе почему бы блин вот эти вот клише не запихивать на это кобзу бы запихнули на герб и так далее ну потому что герб я считаю должен символизировать пусть даже клюкву какую-то ведать о стране но ведать потому что ну хотя вот если говорить о том что многие герпы действительно не говорят о стране которую они обозначают то вот вот этот герб идеален идеален просто потому что все таки и здесь больше непонятных вещей то есть по сути вот эти вот три элемента обдуманы все же остальное не обнула не обдумана ну в целом как я сказал я положительно отношусь так рук вай овальный очень интересный герб солнце с глазами и носом ну это очередной очередное экзотическое животное которое изобразили на гербе то есть солнце так как она живое то получается что это животное такое экзотическое выходит что у нас есть новое животное ну украину вы я думаю знаете где вы ее уже видели поэтому ее показывать не будем а вот уругвай покажем значит аргентина вот здесь вот где-то уругвай да ну интересно очень очень интересно значит ререва к на каоу кодока на туи какой-то тигрус бананы лодка и какие-то чуваки с какими-то пиками непонятными фиджи но это я так понял острова причем интересные причем смотрите это то ли лев то ли король то ли король лев который какую-то хрень своими лапами держит также глуп мира какой-то сахарный тростник и пальма и бананами информативно крайне информативно но я думаю все таки что это да видите фиджи это острова тоже тут я так понял есть аэропорт потому что я знаю многие туда отправлялись но должен же быть от аэропорт ау есть у вас тут аэропорт ну не знаю если здесь нет аэропорта и нельзя сюда прилететь то это было бы плохо напишите кто знает ну вот смотрите тут какие-то целые апартаменты тут лодки красивая голубая вода блин как бы я хотелось в таких местах жить обожаю такое море ну или просто соскучился по нему причем вот я не понимаю людей которые едут на такие курорты где-то там на пять дней особенно когда какой-то бизнесмен вот тут так вот едет короче раз в год на пять дней типа наслаждается это полная хрень полный бред если уже ехать так не знаю минимум на год пока не надоест а потом переехать не знаю там в исландию в какую-нибудь чтобы на лыжах кататься филиппины филиппины солнце импровизировано три звезды тигры ну вы поняли полный полный бред эти филиппины ну хотя большой довольно государство такая жирненькое государство так финляндия 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 но это очень интересно тоже похоже какой-то древний средневековый герб но оригинальный вот посмотрите какая рисовка жесть просто хвост восьмеркой сабля и такой меч в латной рукавицы и цветочки ну финляндия кстати странно она действительно у него керп как у провинции какой-то что-то тут такое вот финляндия значит ну вот вы посмотрите здесь вот инфраструктура круче чем москва петербург то есть круче чем вот здесь вот везде ну про украину я вообще молчу то есть здесь довольно неплохо с инфраструктурой хотя дороги по качеству вроде бы и говорят что дерьмовые но не такие уж они на самом деле дерьмовые зато вот в германии это жесть вот как в китае даже больше много всяких развязок но это тут то есть только по дорогам можно судить и во франции а уже там и так далее ну по сути не обязательно строить большую инфраструктуру чтобы получать бабосы то есть весь запад сейчас работает на то чтобы переделывать свою эту экономику на то чтобы типа изобретать новое что-то и так далее чтобы в технологическом плане развиваться а не в масштабности то есть китай он по масштабу то может и крутой но только там из-за того что всех несогласных казнят нахер там никогда не будет какого-то технологического прогресса и они будут в принципе нормально жить возможно тоталитарном это правительстве но будут типа пользоваться типа использовать патенты американские ну хотя вряд ли патенты получится что типа они же просто пиздят все они же поэтому и пытаются пиздить потому что сами не умеют и типа пытаются таким образом компенсировать воруя чужие технологии значит эмблема франции вот это капец то есть какого фига где вообще фашизм во франции фашизм вы посмотрите давно уже фашизм то есть тут фашина изображена то есть вот этим вот топором с вот этими вот хворостом но при этом почему-то при такой эмблеме на этом там куча беженцев то есть это страна несмотря на то что у них фашистский символ на эмблеме она короче лояльна ко всяким другим странам и вообще ко всем значит что тут фр буквы какие-то лепестки вот эти вот непонятные и в принципе ну по стилистике похоже на что-то французское то есть такое вот королевское какое-то или непонятно ну францию вы тоже знаете вот франция париж швейцария монако тогда хорватия но это тоже что-то средневековое причем непонятно зачем тут вот эти вот картинки непонятные неужели хорватия состоит еще из каких-то областей казалось бы и сама маленькая хотя не такая уж и маленькая загреб ну тут по сути то какие-то маленькие городки и все великогорица сплит жесть макарска ну вот такая вот шашечка у нее так зо квизо центральная африканская республика интересно а чё это тут сверху солнца первое децембре 1958 года я так понял независимость появилась у них зеленое деревце традиционное значит сон крест в котором звезда ну конечно же как же не засунуть на свой герб и крест и звезду это было бы просто невероятно такое чувство что знаете тем кто создает свои гербы вот у нас в украине такого нету такой хуйни не происходит то есть тем тех кто создают гербы похоже не смотрели какие гербы у других стран вот им нравится звезда они берут и пихают ебаную звезду на свой герб вот нафига это дело такого фига вам звезда чё она символизирует вы типа считаете себя центром мира или что непонятно так ну кстати а это там короче в центральной африканской республике это там вот это вот чувака убили недавно ну короче какая-то помойкая криминальная очередная неудивительно лучше туда короче не ездить не вздумайте вот такая вот у него герб типа звезда посередине черного континента но это хотя бы что-то символизирует чат о на гербе изображен козел причем довольно таки достоверно изображен козел и лев какого-то хрена и какие-то звездочки вот какого фига и опять же в этом кресте изображен кстати салон здесь прикольно а вот здесь шестиконечная звезда это прикольно это хотя бы оригинально чат это тоже насколько я помню большое довольно государство и вот это вот чук-чук ломаная линия тоже прикольно наверно так эй сотрите нафиг где чат вот смотрите какой большой ну правда в нем немного совсем поселений в этом чате но символ козел это конечно прикольно но там в пустыне короче козлы на специальных деревьях лазают и короче жрут всякое дерьмо о черногория я же говорил короче это что есть двухголовые еще птицы а это там короче россия пыталась это революцию строить точно это жесть вот это вот пытались черногорскую народную республику сделать даже гербы не пришлось менять запомните российские народные республики самые народные в мире россия гордится тем какие они рис она республики отчленяет от своих скажем так братушек братских народов так скажем вот черногория маленькая довольно страна но они даже здесь облажались и это хорошо что они облажались то есть то что даже в такой маленькой стране не смогли если честно я бы на месте евросовка какие-то спецсорбы в мощный сделал себе чтобы помогать то есть разбираться с этим ну которые чисто бы занимались тем чтобы внешнюю контрразведку проводили ну и то есть защиту от других спецы а то также и вообще то есть против информационной войны и другого дерьма потому что ну ладно типа конечно нужно защитить чтобы там например германия не могла влиять на другие страны на их правительство но все же например даже черногория у нее то спецслужбы не очень-то крутые и то есть скорее всего вот этот вот переворот предотвратили спецслужбы чисто евросоюзу подчиняющихся они самой черногории или я не знаю там вообще как это устроено насколько евросоюз интегрирован и если какая-то разница в интеграции так чехия чехия вообще очень интересная вот такая вот страна там я знаю президент россиянский ватник ватник короче ну сама страна вроде бы нормальная вот столица Прага в принципе прикольно кстати она довольно германская по-моему это же ее там оккупировал кто-то а берлин смотрите он не посередине германии а я думал посередине здесь получается вообще я его себе не так представлял но это ж типа восточная германия блога т.р. берлин там хотя она какая-то получается а почему тогда берлин был разделен берлинской стеной если здесь получается германия тут чо гдр была вообще манюсенькая или как ну я знаю допустим дрезден но как так карта она странная то есть получается вот это вот все это вот а где кстати бон Киольн вот здесь вот вообще этот город бон он существует который типа столица фрг был до объединения короче хз вообще нафиг эту фигню с этой германией разбираться чили ну чили мы знаем тут вообще вот этот вот кондор некрасивый совершенно но зато символизирует и вот это вот королевские животные короче и при этом непонятно что изображено ну насчет оригинальности не знаю вот оно чили очень узенькая страна сантьяго столица это понял это еще и имя какого-то по моему попугая или кого там еще а вот швейцария замечательно герб у нее белый крест на красном фоне и герб такой средневековый тоже типа владения ее много раз типа захватывали но потом перестали захватывать опять же горный народ такой но при этом мирный горный но мирный швеция ну швеция такая коронайдальная я бы так сказал все знают где швеция находится я надеюсь сколько пафоса в этих гербах но при этом они все одинаковы вы понимаете они типа пафосные но не красивые безвкусные совершенно я бы сказал что они бы понравились только Евгению Панасенкову больше они бы никому не понравились такой стиль и при этом то есть такие вот куча бессмысленного совершенно пафоса швеция ну не знаю по экономике она я просто не знаю от чего зависит его экономика собственно там ночь живет это круто один ночь наверное приносит налогов больше чем Маркус Пьерсон чем все остальные отрасли швеции экономики и еще икея наверное какая то там есть так шри-ланка это индийская и видите какое оригинальное просто офигеть вот индусы умеют делать гербы вот я не знаю как насчет их успешности в жизни то есть успешной жизни от герба не зависит вот есть много стран с уебищными гербами которые типа допиваются чего-то вот шри-ланка такой вот остров и при этом типа самостоятельный и при этом тут вот даже по моему мост будет строиться или что типа крымского моста да а чё было бы прикольно мост между странами разводной такой какой-нибудь ну прикольно отос вот этот колесо сансары луна солнце и ваза какая-то древняя Эквадор то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то и фашина как у Франции фашина там на кербе и у Эквадора значит в Эквадоре фашисты живут ай-яй-яй ай-яй-яй и корабль и вот тут какие-то зодиаки вы посмотрите это страна у которой зодиак ёбаный зодиак изображён на гербе и вот это вот символ собственно кондор по-моему символ Эквадора но это мы знаем и вот эти вот алибарды пики и так далее и так же солнышко но это типа ось движение солнца модель какая-то я уже устал если честно побыстрее бы уже закончилось всё это насчёт Эквадора видите вот он интересное место Эквадор а кого-то кстати эта песня про Эквадор она даже типа обижает якобы я вот не понимаю как может быть обижать если твою страну как туристическое место наоборот рекламируют я считаю я бы рад если бы про Украину такую песню как про Эквадор создали и чтобы все её короче слушали и так далее но нет же ж только поверки сердечки нашу страну знают и там по Руслане ещё но вот эти вот последние годы на Евровидении мы посылаем типа чуваков которые ноют ну это нормально то есть типа доносят политические взгляды и так далее но если честно особо чего-то выдующегося нет да в принципе и сердечко и Руслана они тоже не были особо крутыми но тем не менее значит Эквадориальная Гвинея тут дерево шесть шестиконечных звёзд это может тут какие-то три шестёрки закодированные в таком случае уже две шестёрки нашёл то есть шесть шестиконечных звёзд это интересно уже две шестёрки где это находится эмм вот это или да вот квадрат видите жесть конечно бата-бата столица бата государство Центральной Африки с Камеруном и Габоном жесть а тут ещё вот островная прикольно ну деревья я так понял джунгли символизируют там видимо джунгли есть эритрей вот что это какое-то странное письмо эритрея и верблюд изображён ну явно что-то африканское сразу вот видно если верблюд значит африканское и пожухлое пожухлое растение веточки оуу возле Красного моря я о таком и не слышал вот видите вот о таких государствах кто о них вообще слышал вообще об исламких государствах меньше всего известно Потому что, опять же, они не особо либеральные, чтобы ведать о себе. Так что интернет, если там будет расширяться, у нас будет куча исламистов в интернете, которые будут орать, банить вас и так далее. Будут, короче, джихады объявлять там в ВКонтакте. Хотите, чтобы вам джихад ВКонтакте объявили? Тут и так хрестанутые уже объявляют. Всякие там, священную войну против безбожников. Так, Эстония. Три синих льва. Чего вы бухали, чуваки? Ну, хотя на самом-то деле неплохой. Герб. Эстония, мы знаем, где находится. Вот. Таллинн. Тут, короче, я так понял, торговля идёт. А, в принципе, что ещё? Шпроты, ну, вроде ж, в Риге больше. Хотя, в Таллине, возможно, тоже можно их ловить. Эфиопия. Вот это я понимаю. Герб. Причём, это не печать, а герб. Это странно. Короче, звезда вот эта, вот, интересно. Мне нравится, если честно. Просто и со вкусом. Почти как украинский герб. Вот, смотрите. Эфиопия вполне себе. Жирная страна, и вполне себе у неё. Есть какие-то вещи. По территории, может быть, она даже больше Украины. Ну, смотря как считать, конечно. И, кстати, смотрите. Граница. Вот такая вот. Спорная какая-то граница. Видимо, там что-то происходит. Какой-нибудь ИГИЛ. Границу эту пересекает. Или что там происходит. Южно-Африканская Республика. Так, есть просто Южная Африка. А есть Южно-Африканская Республика. Смотрите, значок радиации лежит рефорс. Что это такое? Птица какая-то. Два чёрных человека, гомосексуалиста. Да, два чёрных гомосека на гербе. Это, конечно, прикольно. Ну, потому что они так друг друга держат, как только настоящие друзья это делают. Так, а где это Южно-Африка, а не Южно-Африканская Республика? Ну, не знаю. ХЗ вообще. Прикольный герб, мне нравится. Южный Судан. А есть Северный Судан. Джастис Либерти. Особенно Либерти здесь. К месту. Суда не-то. И... Оружие. Да. Ну, в принципе, оригинально. Хотя, насчёт смысла, как я сказал, смысла здесь мало. В этих гербах. Очередной грёбаный орёл. Вот есть обычный Судана, вот есть Южный Судан. Действительно. А почему не Северный? То есть, Северного Судана нет. Есть просто... А вот спорная, я так понял, территория. Джуба. Почти дружба. Прикиньте, город назывался бы дружба. Ямайка. Ямайка, блин. Пять ананасов на гербе. Это жесть. И крокодил вместо птички. Ааа, вместо птички крокодил. Мне на голову садился. И вместо вот этой вот... Хотя нет. Не вместо. Короче, это ж надо полено подставили, чтобы крокодил на него залез. Прикольно. И сиськи. Я надеюсь, мне, короче, монетизацию из-за этих сисек нарисованных не снимут. Это ж всё-таки герб страны. Вот видите, африканцы без комплексов. Они могут даже голые сиськи на своих гербах изображать. Пусть даже плохо. Ну вот Ямайка. Милая Ямайка. А тут есть аэропорт. Фор Парс. Что-то там. Где он находится. Ну... А, возле Кубы. Ну, прикольно, в принципе. Каймановые острова. Там ещё что-то. Эх, и наконец-то Япония. Японию мы все знаем. И у неё есть печать, как у США, например. Ну, на самом-то деле, она была и до того, как Япония проиграла, типа, войну. Но США, как мы знаем, они сами не имеют, короче, герба. А у них есть эта печать. И они, короче, Японию не заставили. И они взяли эту императорскую печать в качестве герба. Киотана, Гоя, Токио. Сэндай, Нигата. Вот вы посмотрите. Насколько Япония равномерно развита. То есть люди там друг к другу, как люди относятся. То есть реально там очень всё хорошо. Нету такого. Вот посмотрите, насколько здесь инфраструктура. Насколько вот в Южной Корее, например, инфраструктура. В том же Китае, опять же. То есть всё равномерно. Нету такого, что Пекин какой-то развитый, а всё остальное не развито. А вот если возьмём какие-то империалистические страны. Это вот, смотрим, Москва. А, Спрут тянет свои щупальца, чтобы в случае чего колонны танков пошли куда-нибудь. В какую-нибудь отдалённую Казань подавлять там восстание и так далее. Больше, собственно, дороги в России ни зачем не нужны. Если же возьмём вот Пхеньян. То же самое. То есть главный Пхеньян, столица типа, где нормальные условия для самого жирика, пухлика. А вокруг всё, как вы видите, в полной жопе. Дорог нет, нихуя нет и так далее. Что тут ещё посмотрим? Какие такие страны есть? Хреновые. Венесуэла. Ну, хотя там может быть всё нормально на самом-то деле. Ну, тут относительно всё нормально, потому что, по сути, тут все такие страны. Да и Венесуэла не так давно. То есть, может, дороги ещё не разъебались, так скажем. Вот в Украине посмотрим. То есть, вот посмотрите довольно равномерно. То есть, все города соединены так дорогами хорошо. По нескольку дорог. Киев, вот, он, конечно, немножко более развит, но просто потому что... На самом-то деле есть, в принципе... Да я, если честно, и не берусь. То есть, в западной Украине тут как бы больше львов. Над всеми этими Ивано-Франковсками, ровными, там, Житомирами. То есть, он довольно-таки мощен. Но здесь, на Востоке, я знаю, что и Харьков крупный, Донецк был крупный, но сейчас, типа, он не под контролем. Значит, Днепро тоже крупный город, типа, Днепропетровск бывший. Одесса крупный. То есть, вот это вот всё. И Полтава. Ну, Полтава померьче. Я был в Полтаве, в Запорожье тоже я был. Это более мелкий город. Я знаю, что вот в Восточной Украине Харьков, Днепро и Одесса. Это вот такие вот целых три крупных города. И реально, они довольно развиты. Особенно Харьков. Поверьте, я уже знаю. Кстати, как это ни странно, лучшей для жизни считается Харьков город. Потому что тут, короче, это... Ну, цены, как в провинции, а обеспечение... То есть, метро есть там, аэропорт есть, всё, короче, есть. То есть, Харьков... Разве что Рашка близко, вот это вот опасно. Но, с другой стороны, это Харьков полицейский довольно город. То есть, тот же Аваков, он с Харькова. И Полторак тоже с Харькова. Ну, а Порошенко сам с Одессы. А там всякие Коломойские там и так далее, они из Днепра. Поэтому его и ставили туда, собственно, мэрствовать. Так, императорская печать. Япония. В общем, Япония прикольная. И простая, и узнаваемая. И то есть, это как бы и цветок сразу, и колесо сансары, и чего тут только нет. Это Туотос, ёбаный. Значит, Абхай. Давайте начнём. Да, давайте. Давайте. Значит, насчёт этих гербов, сейчас я вам покажу. То есть, я оцениваю воинственность, собственно, кто самый агрессивный и кто самый пидорас. Потому, кто сколько непризнанных государственно плодил. Значит, смотрим. Герб Абхазии. Это вот Абхазия, это порождение, собственно, российское. Постсоветской России. Азад Кашмир. Это чё-то арабское. Да. Княжество Кашмир. Короче, это вот, как вы видите, исламисты создали тоже какую-то свою народную республику непризнанную. Значит, ну, вы поняли. Это тоже рашкой порождено. Китайская республика. Это вообще странно, потому что, типа, очень удачная получилась инвазия коммуняк в Китай. И поэтому старое правительство изгнали. Правительство на самом-то деле было в определённое время действительно хуёвое. Но потом оно исправилось. Правда, было уже поздно. И осталась Тайвань. Поэтому Китайская республика – это Тайвань. И это, как бы, настоящий Китай. Точнее, то, что осталось от прежнего Китая, не коммунистического. И он, на самом-то деле, от материкового Китая мало чем отличается. Но, в принципе, только свободой. Значит, Косово. Косово – это порождение, в принципе, Европки. Ну, там, короче, были нюансы. Тут спорно говорить. Ну, допустим, там НАТО. Кровожадные НАТОвцы породили Косово. Ой, какой ужас. Там спорно, конечно. Ну, вы поняли. Опять же, рашкинское порождение. Нагорно-Карабахская республика. Ну, тоже не без участия России все это происходило. Государство Палестина. Ну, это, там, арабы. Арабы все. Хотя, на самом-то деле, спорно. Израиль же, по-моему, как раз-таки Палестину и, типа, в Палестине образовался или что-то вроде того. Приднестровское, вы поняли. Тоже порождение рашки. Совковой рашки или, там, любой другой рашки. Сахарской арабской республики. Опять же, исламисты. Сомалиленда. Это, собственно, тоже арабы породили. Турецкая. Ну, вы поняли. Исламская турецкая республика. Там все дела. Это тоже арабы породили всякие. Ну, ислам. Ислам. Значит, Южная Осетия. Ну, вы тоже понимаете замечательно, что это значит. Короче, в итоге имеем. Раз, два, три. Ну, китайскую не будем считать. Ну, потому что это все-таки Китай потом отсоединился от совка. Поэтому не будем считать, что это коммунистической рашки порождение. И вообще это что из старой Китай, а не новой. То есть, это если бы КНР взяли бы, то тогда можно было бы считать, что типа рашкой порожден. Ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. То есть, шесть этих. Шесть микро вот этих вот непризнанных государств. Шесть лоскутов, порожденных Россией тем или иным образом. Давайте же посмотрим, вот кто тут еще. Исламисты больше всего породили всяких государств. То есть, это самые агрессивные страны. То есть, агрессивность я сужу по порожденным вот этим вот феодальным владениям, манипулируемым. Потому что это основной способ проявлять агрессию в современном мире. То есть, порождаешь какую-то типа независимую хрень, которая будет гадить. И, то есть, через нее ведешь войну. Это основной способ вести войны. Ну, кроме какой-то Африки, там открытую войну можно пока что вести. Но вот в Европе только так. Или там в относительно цивилизованных местах. Значит, раз исламисты, два исламисты, три исламисты, четыре, пять исламисты. Как вы видите, даже этих перескакала Россия, даже все исламские страны, которые постоянно друг с другом воюют и порождают вот эти вот долбанные псевдогосударства. То есть, самая агрессивная страна в мире, это Россия. И вот это вот неоспоримый факт. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Мне уже надоело, если честно. Очень я устал. Обозревать все эти гербы. Ну вот, как вы видите. Столько вот стран, столько гербов. Выводы сделаны. Всем пока-пока.